Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Вала Щу. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Продолжаю рассказ про этот прекрасный остров Мейеру и его достопримечательности. Мы подходим к знаменитому пляжному бару. Идемте, буду показывать. Видите, тут они готовят любые напитки, любое пойло, извините за выражение, любое, европейское, американское, ихнее местное, все есть. Ну и плюс безалкогольные напитки. И, обращаю ваше внимание, что везде, что в ресторане, что здесь, в баре, песочный такой пол. И они его каждое утро смачивают водой. И поэтому здесь от него идет прохлада, плюс вентиляторы. Кондиционеры здесь не используют. Здесь вот так вот, нас все же открывают стены, двери все. Включают вентиляторы и вот этот влажный песок, который не пылит, но отдает холод немножко. То есть продумано все. Научили их колонизаторы британские, как охлаждать помещение. А до этого их учили португальский, потом голландский. Но британцы, я думаю, вот эти были главные, учителя. Они тут господствовали до два столетия. Вот они вот тут вот, ниже уровня земли. Ребята сидят и готовят к посетителям всякую вкусноту. Воспоминания о былых временах. Видите, какая красота. Строили уже тогда они. Всякие паруснички. Вот такие вот у них тут закусочки. Видите, кофе всякое, айскримы, бутерброды, салатики. И хорошие люди, главное. Хорошие люди, ну как дела? Все хорошо? Все хорошо? Не обижает вас тут никто? Нет? Бывает, говорят, обижают. Но редко. Видите, шеф говорит, что все будет вкусно. И я на обед не пойду, буду заказывать здесь. Мне же нельзя обжираться, я буду здесь салатики есть. Мне же надо худеть, я же скоро на сцену выходить. А то все сомневаются, когда же ты на сцену выдерживаешь живыми концертами. Скоро, не переживайте. Волцевал еще корм тихо не станет. Сейчас мы наберем хороших музыкантов концертных для кастрольной деятельности. И начнем. Так что держитесь, хэви метал, попс и репа, шансончики. Все будет хорошо. Ну что, краткий обзор бара местного я сделал, пляжного. Но теперь присядем, кое-что закажем. И попробуем, как они тут готовят. Говорят, что хорошо. Заказик приняли. Автографы бесплатно раздают. Ну, поклонники любят автографы. Ну что ты сделаешь? Не успели проехать на Мальдив, а это уже поклонники. Молодцы, знаете, Волчука. Знают рок-звезду здесь на Мальдив. Ну вот. Всем сестрам по серьгам. Мне холодненького чайку. Моему знаменитому режиссеру различные виды коктейлей. Ну а клавишнице айс-кофе. Она полюбляет это дело. Ну и тут предупреждение строгое. Не курить нельзя. Тут здоровый образ жизни на этом острове. И правильно. Поддерживаю полностью и все цело. Попробую чайок, пока еду не... Ну что хочу отметить по поводу чая. Вот казалось бы, ты чай приготовить. Вроде чего сложного. А могут испортить и такое блюдо. Как испортить? А взять его в пакетиках туда насовать, разбодяжить. И ты будешь пить его с промокательной бумагой. Это сделано грамотно. Это чай заваренный. Я понимаю, в больших чанах на больших объемах рассчитано. Но это вкусно. Потому что чай поставляют с Цейлона, с Шри-Ланки. Почему? Это раньше было одно государство. Один протокторат был. Сначала голландский, потом британский. Поэтому это такое единое целое. У них такие традиционные связи. Поэтому чай Цейлонский очень вкусно. И плюс лед. А на такой жарюке, ну это то, что надо. Закажу еще порцию. Что-то просчитался. Еще одну закажу. Маловато. Хорошего чая много не бывает. Вы знаете. Русские люди это знают очень хорошо. Хорошего чая много не бывает. Ну вот. Практически вегетарианская еда. Не объешься. Вот так вот. Я хотел сказать не обожрешься. А потом передумал. Хочу интеллигентом сказать. Не объешься. Вот это вот сэндвичики с тунцом. С такой пастой тунцовой и с огурцом. Сейчас попробую. Грамотно сделано. Очень вкусно. Огурчик. Паста. Будем говорить с тунца. Ну фарш. Очень вкусно. Плюс картошечка. А картошечка обратите внимание. Беленькая картошечка. Это говорит о чем. Быстро прожарили. Не пережарили. И картошка хорошая. Когда она белая. Великолепно. А мне больше не надо. Я же наедаюсь быстро. Это я на вид только такой большой. А мне много не нужно. Каких-то пару тонн. Мясо, колбасы, сало. Хватает. Я много не ему. Но я попробую еще. Пиццечку. Пепперони. Смотрите. Горяченькая. Хорошая. Умеет или нет? Вот что главное в пицце? Вот угадайте. Многие думают колбаса, сыр. Не. Тесто. Оно должно быть тоненькое и хрустящее. Вот это сделано грамотно. Здесь тоненькое-тоненькое тесто. И оно хрустит. А сверху уже колбаски, сырок, огурчики. Очень вкусно. Реально. Очень вкусно. Бросайте все. Езжайте на остров Мирру. Тут делают хорошую пиццу. И с сэндвичи с тунцом. И свежим кьюкембером с огурчиком. То есть в переводе на русский язык. Ну а это. Участникам рок-группы Волочука. Да не мне. Я такое уже не ем. Уже все. Я уже бросил бухать. И бросил есть вот такую вот красоту. Принесли десерты. Это шоколадный браун знаменитый. С клубничкой. С муссом каким-то. С ежевичкой. А это маффин знаменитый. С кокосовой стружкой. Тут же главный продукт сельскохозяйственный. Кокос. Без него практически ничего не обходится. Тут тоже кокосы. И вот тут кокосовый маффин. Я пробовать не буду. Попробуют участники рок-группы. Потом доложат. Ну что, перекусил. Сэндвич с тунцом. И пару кусочков пиццы. Маленькой пиццы. Паперонни. Вкусно. Все вкусно. Чай вкусный. Все вкусно. Арбуз прохладный. Сладкий. Все великолепно. Конечно, это не сало, не вареники. Но тоже неплохо. Знаете, перекусить. Так вот слегка. Перед ужином. Пирожные, конечно, я не пробовал. Но участники группы Волчука СД, особенно режиссер, отметил маффин. А клавишница отметила брауни шоколадное. Говорит, вкусно. Ставлю этому бару 5 баллов. Быстро главное и вкусно. Во. И сейчас пойду окунусь в бассейн. На море я уже побывал. Накупался в океане. От души. Сейчас пойду в бассейн. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Валащук.